Ну что, ребята, у нас новый день, новые заботы, новые дела. Я ухожу в город к стоматологу. Я так не хочу, просто капец, мне так не хочется, но надо. Я иду к стоматологу, пожелайте мне всего хорошего. Вернусь, вам расскажу, что там, как там было, что интересного. Одно дело, когда зуб болит, ты летишь к стоматологу с радостью, что-нибудь мне сделайте, исправьте, помогите, спасите. А когда зуб не болит, то и не хочется идти, но надо. Надо, у меня временная пломба, и там лекарство специальное в зубе, короче. Иду я к стоматологу. Всё, ребята, я уже дома. Фу, блин. Честно, я только сейчас к вечеру взяла в руки камеру. Надо что-то приготовить, кушать. Ребята, честно, я еле дошла. Я еле дошла. Такая же вещь. В тени 35 градусов, это просто капец. По дороге, кстати, купила квас. Сейчас я выпью стаканчик. И уже почти бутылку выдула. Я завтра буду, наверное, запухшая. А пухшая, это просто капец. Жене Лизы, а Юля пье. Понимаете? Ой, квас стоит 22 грильный литр. Куда в меня лезет? Я не знаю. Так, хлеб ещё купила. Короче, тут дома срач немножко. Я поставила варить рис. Я Леночке обещала рис. Вот он здесь варится. Вот. И я по дороге купила... Так, я просила мне 700 грамм взвесить. А мне взвесили. 684. Куриный фарш. Я ей приготовлю куриный... Блин, мусор я с собой унесла в город. Надо новый мусор собирать. Я потихоньку, по мере собирания, каждый раз выношу. Ребята, и ещё купила прищепки. Правда, чёрного цвета. В Авроре. Не помню почему. 27, по-моему. Хорошие прищепки. Только чёрного цвета у меня ещё не было. Вот. И купила, наконец-то, губку, мочалку. Потому что наша уже... Ну, мы тут очень часто молимся. Постоянно. И губка уже такая, ну, пришла в негодность. В Авроре взяла. Ну, такая обычная губка, ребята. Что-то 17 грильный, что-то такое. Так, я сейчас этот фарш побахну в мисочку. Так, шо ж расскажу. Расскаживаю у стоматолога. Пришла. И аж в прошлый раз мне девушка какая-то. Молоденькая-молоденькая совсем. Этот звук лечила. Помните, да? Она не смогла пробиться там в какой-то канал. И говорит, запишитесь. Вот попейте антибиотик. У меня типа флюса было. Попейте антибиотик. И положила туда какое-то средство, чтобы этот прошлый материал, который в корневой канал, да, идёт, запломбированным, чтобы его как-то размягчило. Это вот жижа, которую она там положила. И придёте, запишитесь к мужчине, к доктору. Если вдруг у него не получится пробиться, он вам вырвет зуб. Вот. Пришла аж к нему, говорю, рассказывайте. Я говорю, а там карточку завели? Я говорю, что в карточке не написано? Нет. Я же начала рассказывать. Ну, о словах, вот как вам рассказывают, так и ему нащебетало. Он говорит, ничего не пойму. Давайте этот самый снимок сделаю. Сделал снимок. Смотрит. Что-то смотрит, смотрит. Этот самый. Блин, а у меня есть сковородка? Я говорю, что, там есть воспаление? Он говорит, поймите, воспаление так просто, оно бывает и до полугода не проходит. То есть, воспаление. У вас, скорее всего, где-то воспаление кости было там или что-то такое. Я о том, что я вообще не вижу, чтобы она хоть один до меня, хоть один корневой канал там что-то там его прочистила или как-то. А нет, запломбированы, запломбированы хорошо. У вас ещё вот когда-то, там много лет назад. Вот. У вас сейчас что, болит или ничего не болит? Антибиотик, пропила 5 дней. Всё, ничего не болит. Он так понадавливал на него. Не болит? Я говорю, нет, не болит. Ой, он говорит, ну, как бы, давайте я вам... А, там временная пломба. Я вам временную пломбу уберу, посмотрю. Давайте. Он высверлил, что-то смотрелся в зеркальце, смотрел, смотрел. Короче, так, говорит. Я не вижу смысла вкладывать деньги в этот зуб. Каналы здесь хорошо запломбированы у вас. Вот уж давно когда-то. Вот. И как бы надо ещё посмотреть за этим зубом. А я говорю, что, пломбой давайте ставить. Он говорит, смотрите, я вам сейчас поставлю дорогущую пломбу, потом через 3 недели какой-то рецидив произойдёт, зуб у вас опять где-то там кость воспалится, вы придёте ко мне и скажете, а что ж такое, я там много денег отдала, а теперь зуб надо вырывать. Поэтому, говорит, давайте я вам залеплю обратно эту временную пломбу и недели 3 походите. Я говорю, она не вылетит так быстро, может, что-то подороже. Говорит, нет, временные пломбы, бывает, долго стоят. Вот. И 3 недели, и давайте подождём. Всё. Только дни ко мне записывайтесь, а к той девушке, пусть она вас долечивает. Короче, вот так вот. Положил временную пломбу и всё. На этом закончилось. Короче, кстати, пока не забыла, рассказываю за куриный фарш. Сегодня я же прихожу в этот возле АТБ, наш мясной любимый магазин. Говорю, мне фарша куриный. Она говорит, какого? Я говорю, куриного. Она говорит, какого именно? Я не поняла. Я говорю, вот куриный. Она говорит, так и вот куриный. А тот более белый, а этот более красный. Я говорю, чем отличается? А тот фарш из куриного филе, а этот, он, кстати, дешевле. Тот, по-моему, там 100, около 140 гривен килограмм. А этот 100, блин, вот сейчас выкинула пакетик. А этот 110 гривен килограмм. Вот. А этот именно из курицы. Ну, то есть сокорочков там, ну, поняли, да, обрез вот такая. А так как я не люблю чем куриный фарш, он из куриного филе с сухие котлеты получаются. Я говорю, о, нет, давайте из курицы. Ну, попробуем. Взяла на пробу. Вот 700 грамм. Так. Это накрыть. И все, я вернусь домой. И я пока дошла, ребятка, я думала, я там вот у парома на полпути там расселюсь, лягу-прилягу и все. Представляете? Так плохо стало. Жарищи, неимоверно. Идешь, ни тенечка, ничего. Я еле дошкряпала. Так, что мне надо? Это все хорошо. Я сейчас возьму луковицу. Подождите, я тут сейчас. Куда не ухожу, я рядом. Рядом. Лоса. Лоса. Лосатка. 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 Пришлось вон форточку закрыть, потому что я сильно громко кричу. Соседи привлекаются. Так, чищу луковицу. Котлеты добавлю. Обычно я в куриные котлеты, ребята, добавляю еще морковь. Блин, дощечка там. Ой, в шоке. Все, я пошла за дощечкой. Я сойду с ума. Все, я пришел. Заодно захватила деревянную ложечку свою. И вот такую штучку. Сейчас я достану из холодильника, ребята, морковку. Добавлю я все-таки в котлеты. Морковочку, не знаю. Все, я достану. Ой. Ой-ой-ой. Опа. Вот. Ой, блин. Я вспомнила, что мне же прислали. У меня же есть овощи-чистка вот такая. А, можно от себя чистить, кстати. Ой, это даже удобнее, наверное. А можно на себя. Нет, даже, вы знаете, удобнее от себя. Ой. Ну, тоненько, прикольно. Вот. Да, блин, а к рису, как рис? Я не могу просто сухой рис кушать. Надо какую-то подливку. Да я вот думаю, Лене предложили. Давай я пожарю котлеты, а потом их протушу. Ну, как сделаю зажарочку, и в этом котлеты протушу. И будет и подливка, но она так вроде, ну, ладно, ну, давай. Ну, я, наверное, так и сделаю. Поэтому час моркови у меня, да еще, лука взять. Часть моркови пойдет у меня прям сюда вот в котлеты я. Немножко вот так бабахну. Остальное в подливочку. Слава Богу, я думала, что и терки тут нет. Потру прям сюда морковку. Ну, не знаю, так вкуснее котлеты как-то с морковкой. А лук я просто мелко порежу. А, и прикол в том, что стоматолог... И все, я пошла на кассу, но это частный кабинет. В прошлый раз я отдала 200 гривен. За то, что она выстверлила мою пломбу. И что сделала? И якобы попыталась эти, почистить каналы запломбированные, но не смогла их скрыть. Потому что в итоге ни один не скрыт канал. Они все запломбированные по-прежнему. И причем, говорит, хорошо. Вот. И вот это якобы положила какую-то там пасту туда. И все, 200 гривен я отдала. А он с меня сегодня ничего не взял. Я же пошла на кассу, стою-стою. Должна этот менеджер, кто она там, приемный, ну, вахтерша, кто там, барменша, короче, должна мне сказать сумму. Что с никого не говорит. Я говорю, так сколько с меня? Ну, я хочу скорее отсюда уйти. Я не люблю стоматологию. Она говорит, что-то вот ничего не... Там типа по компьютеру, что не приходит еще. Она пошла к нему в кабинет и говорит, что, ну, должна. Она говорит, ничего не должна. Он говорит, ничего не должна. То есть, из-за того, что снимок делал, он ничего деньги не взял. По нулям. Короче, зря я сегодня ходила. И у меня день пошел вверх дном. Естественно, я сегодня не была ни на огороде, нигде. Вот сейчас вот я быстренько пожарю котлеты и пойду включать полив. Уже время, ребята, 7 часов вечера. Через полчасика я включаю полив. Так, я включаю комфорку. Вот. Так. У меня же теперь половина посуды там, половина здесь. Рис сильно кипит. Сильно. Очень. Это было горячо. Очень сильно. Лена любит рис. Но причем просто отварной рис. Или давай я плов сделаю. Нет, вот просто отварной рис. Рис. Так. Вообще надо убрать на единичку. Это греется. Дальше я нарезаю лук лучок. А мне еще и так захотелось кваса. Но он, правда, он сильно сладкий. Сильно сладкий, поэтому, наверное, он жажду не утоляет. Хочется утолить жажду. А у меня такое ощущение, что от него еще сильнее хочется пить. Вот есть такое. Ой, писали мне сегодня в комментариях, посмотрели, как я мучаюсь, закрываю эти компоты, ну, консервацию на этой электрических этих плитках. Написали, что и мне в прошлом году писали. Ну, как-то я не знаю. Чего я этого не сделала, когда были нормальные, хорошие, добрые времена, старые. Не купила этот. Советуют сильно индукционную плиту. Говорит, оно как газ. То есть быстро закипает, моментально нагревается. Всякое такое. Ну, я залезла в интернет, на розетку посмотрела. Ну, там вроде есть одна неплохая по отзывам. Стоит она. Там разные цены есть. Есть от тысячи и до трех. Ну, такие настольные просто. Ну, присмотрела там одну за тысячу. Добавила себе вызбранное. Думаю, хай лежит. Знаете, когда добавишь вызбранное, вдруг, а вдруг что-то самое случится, да? Думаю, впереди день рождения, на день рождения подарить. Не знаю. Короче. А потом думаю, так, стоп, Юля, лучше тысячу гривен можно потратить, купить вон крышки. Кстати, я сегодня была в Европе, как мне посоветовали, что там крышки продаются. Ребят, нет. 55 гривен, 20 крышек, вот эти вот, закручивающиеся евро. Я говорю, а есть у вас обычные закаточные крышки? Она покачала, что нет. Видно, ну, не бывает или быстро разбирают. Короче. Соль добавляю. Нема крышек. Так. Перец. Черный, молотый. Сейчас я все это перемешаю, и я посмотрю, насколько жидкий фарш добавляет ли яйцо. Потому что фарш бывает жидковат, и яйцо бабахнешь, тогда вообще не соберешь его. Нет, я не буду, наверное, добавлять яйцо. Хотя, вы знаете, а если добавить просто желток, я белок отдам Ласке, а в желточек сюда добавлю, что будет, что будет. Давайте так сделаем. Сейчас. Ну, целое яйцо будет реально просто много. Вон, как раз Ласа у меня на стульчике. Вам не видно ее? Вон она лежит. Вон, видите? Плассовая сатушь. Сейчас. А если она мне скажет, мама, а что это ты мне дала без желтка, яйцо? Ай-яй-яй. Желток, яйце, самое вкусное. Сейчас, ребята. Желток сюда. Ну, и, может, чуть-чуть белка. Ой, зацеплю. Кушайте, пожалуйста. Что, не то? Кушай. Кушай. Чеснок я не добавляю, потому что мне лень идти на огород, копать чеснок, чистить и так далее. Тем более, тем более, Лена не очень чеснок любит. А, я еще хотела вот эту штучку добавить. Фу, короче, сегодня как-то у меня так вот. Все как-то тычь-тычь, ребята. Так. Да, что такое? Я хочу, чтобы вот эта желтенькая сыпалась. Оно сыпится там. Тут есть просто такие крупные морковка там такое, знаете. Я не хочу, чтобы она сюда падала. Так. Все. Еще и мух пару залетела сегодня. Где вон, чтобы их пришибить. Прибить. Режим миксера. Ну, мне надо поливать. Я еще планирую сегодня черешню собрать. Ребята, напишите, вы делаете варенье из черешни? Вы его делаете с косточкой или без? Он думает, заворочится мне чистить черешню. Блин, не хватает времени. Так и надо, потому что дальше вишня пойдет. А дальше уже и кабачки попрут. И смородина, и малина. Это дурдом. Вообще, короче, если вы приобрели частный дом. У вас есть сад. Вы более-менее сажаете огород, ребята. То вам обязательно нужна морозильная камера. Именно морозилка большая. Потому что я сделала огромную ошибку, что в свое время не приобрела ее. Надо все вовремя. Сейчас бы была с морозилочкой. Так, что, все это есть. Прямо вот сюда, на эту дощечку. Я их, ребята, сразу формирую. Мы делаем влажные руки. Камера снимает, снимает. Влажными руками. Я тыщ-тыщ-тыщ. Я небольшой. Собаки дерутся. Это что такое? А ну, успокоились, быстро. Все, все. Стоять. Сюда иди. Быстро домой. Быстро домой, я сказала. Это что такое было? Домой зашла. Бегом. Ты посмотри. Это Альма. Кидалась на жука. Оборзела, что ли? Не сильно крупные делаю котлеты, ребята. Руки уже сухие, оно липнет. Руки должны быть мокрые, но влажные. Некрупные делаю, чтобы хорошо прожарились. Сразу на дощечку сейчас налеплю. Правда, дощечка у меня маловастая. В чем дело? Ты как себя вела вообще? Девочки разве ведут себя так? Джеки Рассел и собачки, а? Терьеры. Ой. Короче, вот такая у меня пока что история с зубом, ребята. Надеюсь, что все будет хорошо. Он говорит, я тут показаний к удалению зуба вообще не вижу. А, я говорю, ну так раз воспаление там еще, то есть на фото, на снимке рентгеновском фото, видно там, говорит, воспаление, его еще будет видно долго. Я говорю, может я антибиотик пять дней пропила, может мне еще что пропить, а она говорит, нет, от этого не зависит. Просто это долгий процесс, оно еще длительное время будет показывать на снимке воспаление, это нормально. Ничего уже пить не надо. Все пройдет само, короче. Вот так. Так и сказал. То, что мне сказали, я вам сказала. Ну, больше у меня не помещается, жду, когда разогреется конфорка. Ой, я же выложила, ребята, рецепт, как я делаю компот на зиму, да? Я так делаю всегда. Я понимаю, что неэкономно, очень неэкономно идет по поводу воды, да? Две заливки, то, что я первую сливаю в раковину. Вот. Потом у меня полдня эти пять баночек закрывают за компотом, потому что надо вскипятить эту воду. Это час кастрюлька закипает, одной кастрюльки хватает на две банки. Это, конечно, дурдом. Вот. Но я так всегда закрываю, потому что так закрывает моя мама. Я ей прямо перед тем, как начать, я не сильно, я компоты раньше вообще не закрывала. Вы знаете, да? Я много раз рассказывала. Мы всегда ягоды морозили, и в течение зимы, и осени, и весны мы варим компоты. То есть я достала с морозилки, что мне надо, крыжовник, смородина, вишня, черешня. Все намешала в кастрюльку, да, пожменьки всего закидала. Водицы завела на плиту, поставила, сахар добавила, компот готов. И так мы варим постоянно компоты. На зиму я особо не закрываю. В прошлом летом я закрыла буквально 7 баночек. Мы их выпили, а, по-моему, одна еще осталась. Вот. И я перед тем, как снимаю для вас рецепт, еще раз маме позвонила. Говорю, мам, как это, говорит, два раза заливаешь. Я говорю, а первую воду в кастрюле? Нет, говорит, я первую воду всегда выливаю. Поэтому как моя мама закрывает, так и я, ребята, закрываю. Видите? Началось. Началось. Нет, вышла на улицу. Быстро на улицу, Марш, гулять. Все, у нее энергия пошла. Ей некуда ее выплескивать. Пускай выплескивает на Жуковском, не на мне. Так, ребята, тут рис уже сварился, переварился. Сейчас мы это сделаем дело. Все, ребята, я тут, я тут. Рис у меня готов. Добавила кусочек сливочного масла. Пока я бегала на улице, я пришла, Ласа сожрала одну котлету. Я новую сделала, слепила. Съела котлету. Ну, ничего страшного, что тут она на столе была. Короче, я говорю, невозможно с этими животными, невозможно вообще просто отойти, просто отвернуться. И нету ее, я ее сейчас не вижу. Вот где она? Я пришла, котлеты нет. Пустое место. А где Ласа? Вот ее нет. Она же спряталась по-любому, что знает, что мама придет. Так, мука. Блин, ну не говорите, что я муку туда отнесла. Вот она. Фу, блин. Ноги отваливаются. Реально плакать хочется. Не успеваю, мне поливать надо. Так, муку котлетки макаю. На сковородочку выкладываю. По одной, по одной. Короче, минус одна котлетка, представляете? Жалко. Засранка такая. Невозможно. И кормлюсь. Ну, что ей надобно? У меня пропали слова, короче. Я устала говорить. Давайте помолчим. Я еще хочу черешни соседей угостить. Мне кажется, что у них... Соседка говорила, что вроде погибло дерево, черешни. Надо и черешни угостить. А я ничего не успеваю. А потом я поджарю тут лук, морковь. После того, как пожарю котлеты. Мне кажется, и в миске стало меньше фарша. Засранка. Ну, где ж она есть? Она где-то, наверное, под кровать забралась. Кошка. Может, я все, чтобы мне не париться. Сейчас я, может, влеплю все котлеты. Может, поместится в меня. А это одна такая большая. Или разделить они такие побольше. Мне кажется, они будут сочнее. Потому что это именно не филе куриное. А такая образь от курицы. Мне кажется, что будет лучше. Но я, во всяком случае, когда я делаю дома сама... Блин, не влезет. Когда я делаю дома сама фарш куриный, да? То это... Когда из куриного филе, да, он сухой. А я еще пробовала просто с окорочка мяса обрезала. И делала котлеты. Они гораздо, намного сочнее. Да, у меня поместятся. Они гораздо сочнее. Мне кажется, и эти так будут. А потом эту всю посуду мне надо собрать и идти туда мыть. Поняли? Потому что там нормальная проточная вода. А тут как писающий мальчик. Влепила. Влепила. Тут невозможно даже руки отмыть, потому что струя такая маленькая. Такая, так самое. Ну, хорошо, когда мальчик дыр тут есть. А так вообще, представьте, руки мне где помыть. Вон, уже, наверное, выносит. Тут же выливается в ведро. Уже пол ведра. Так. Сильно они друг дружки, конечно, но пойдет. Все. Это я унесу туда мыть. Стоять. Что-то я закрываю. Устала. Я сегодня, наверное, сбалмошная какая-то. Подустала немножко. Так. И мне еще надо... Вот, дощечка надо тут помыть. Ну, давайте тут помою, попробую отмыть. Мне же надо еще лук порезать потом на подливочку. Вот так. Я сегодня тут, поверьте, тяпку в руках не держала за целый день. Представляете? Вообще-то. Какой ужас, какой ужас. Так, надо полить, врубать. Все, уже пол восьмого. Ребята, я сейчас, наверное, отлучусь. Все-таки пойду, включу его. Пусть он поливает. Хотя бы час оно должно поливать. Сегодня такая жара была, что оно... Я вчера поливала, но даже намека нет на кустах помидоров вообще. Какого-либо признака, что там вчера поливалось. Высохло, все нафиг. Такой, ну, такая жара стояла. Так что пойду я включу полив. Как раз пока оно только начинает. Оно аж так, они же не жарятся, они варятся здесь. Не хватает жара на этих плитах. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Ну, я не знаю, вам видно будет, не видно. Вот оно. То есть оно потихонечку-потихонечку. Больше как тушение происходит. Их тяжело здесь поджарить. Ну вот, поэтому, ну, как есть. Так что можно отлучиться, пока их так оставить. И сгонять на огород, включить полив. Ребята, прибежала, блин. Невозможно делать несколько дел одновременно. Включила полив. Вспомнила, что на второй шланге там лежит... О, поджаривается. Я, наверное, вовремя пришла. Нормально. На второй поливалке лежит этот... Просто шланг и на нем пистолет. И он, блин, фигачит. Сейчас я лукавицу возьму. Сейчас. Ну, он фигачит. А надо вручную поливать. Блин, два я сказала, что она стоит как раз на луке поливалка. Захватывает лук. Кажет Юлия сильно лук не поливать. Блин, думаю, ну что, вручную надо тогда. И забыла, что она последовательно. Просто положила на землю, так вверх направила. А надо зайти вручную поливать. Чтоб только без лука, только огурцы полить. Капец. А у меня котлеты. Ой. А там соседка Лаля позвала. Кажет Юлия, на тебе букет. Ты вижу, а я же плохо бачу. Что-то букет несет. Что-то такое. Оно как букет, прямо это, земляника. Прям в букете. Так ее надо порвать, сорвать. Светочек. Целый такой букет землянички, короче. Он такой ароматный. Я пока на улице положила, потом вам покажу. Надо ее оборвать, помыть и покушать. А вообще, надо собрать черешни. Компот сварить. Как раз мы видим, землянички добавить. Будет вкусно. Слава Богу, что у меня котлеты все поместились на одну сковородку. Все-таки классно, когда есть большая сковорода. Я одним разом сейчас пожарю и все. Может отдельно просто такую овощную подливку сделать, чтобы Лена бедная не мучилась. Она хочет жареные котлеты. Пожарю, а потом пожарю. Лук, морковь-то. Ну, как я обычно делаю. Пол столовой ложки муки туда. Томатный бас у меня нет, я не покупаю. Аджика есть, кинуть туда до водички и протушить-то, и все. Наверное. Так, морковку надо на терке. Сделать, наверное, на мелкой терке морковку. Подождите, а у меня же, я же уже использовала. Вот она. На мелкой мотру. О! Так, короче, не отстываю. Лена в душе. Короче, Лену внезапно пригласили на день рождения. Мне же еще стирать. Йоперный театр. Надо машинку доставать. Мне же еще стирка. Блин, не в чем идти. Пригласили на день рождения. А она кое-куда записана. Мне не получается пойти по записи. Пойдет на день рождения. Ну, потому что пусть пойдет хоть с подружкой развеяться. У меня-то здесь подруг, друзей нет. Пригласили ее. Они в кафе идут там. Давай, давай, быстрее. У меня же рука болит. Не, надо котлеты переворачивать. У меня, оп. Нормально. Не сильно поджарились, но пойдет. Я сейчас, наверное, их, знаете, накрою крышкой, чтобы они проготовились. Короче, взрыв мозга у меня сегодня. Фу. Назью крючку. Немножко убавлю огонь чуть-чуть. Дотираю. О, аж тише стало на уши. Дотираю морковь. И не знаю, за что в потанции. И надо успеть до темна, потому что света москел. Время без 10-8. А мне вручную лень. Я буду стиралку доставать сейчас. Вытаскивать на улицу. Мне вручную лень стирать. Там много накопилось. Легче стиралку вытащить, да перестирать. Она, главное, все высохнет. А завтра у нас на после обеда вроде стоит дождь-гроза. Но я не могла сегодня не болеть, потому что капец. И что вы думаете, капуста-то моя почти вся-то издохла? Накрывала я лопухами, как мне говорили. Ветер их сносил, эти лопухи. Короче, я опять накрывала. Не знаю, что поможет. Пару и выживет. Хана капустами, сколько их есть. Все-таки надо все вовремя. Когда не такая жара стоит. А уже в такую жару, когда на солнце под 50 градусов, толку уже нема. Нема толку. Так. Все, теперь это надо пойти все перемыть на улицу. Сейчас, ребята, я вам покажу. Смотрите. Вот такой букет, короче. На нем земляничка. Ягодка. Я хочу одну. Я хочу одну попробовать, блин. Ягодку. Помыть. Водой ляпнула на телефон. У меня тушь потекла. Блин, капля по телефону. Течет. Прикольно. Лена в душе. Сейчас выйдет, я ее угощу земляничкой. Так. Все, ребята. Я уже готова подлить. Котлеты готовы. Ой, блин. Сейчас я их достану. На тарелочку. Такие красивые получились. Котлетки. Ну, пахнет. Просто. Да, ну, уже видно, что они такие сухие, как из куриного филе. У меня там шланга сама по себе лежит. В одно место фигачит. Нема когда, блин, этот самый. Короче, завтра Лена уходит на день рождения. Вот. Что подолить, мы думали, думали. Девочка ее одногодка. Ну, вроде бы там, или не полгода, или год разница. Ну, короче, не знаю, что дарить. Денюжку. Денюжку подарю. А там пусть сама разберется, что надо. Бывает, дети копят на что-то, еще что-то. Потому что, ну, тоже, подарить что-то не нужно. Что, Лен, челку, подожди, мы сейчас челку тебя подрежем. Все, постигла я Лене челочку. Благо у меня есть парикмахерские ножницы. Врачет, когда еще мельче, еще мельче, чтобы у вас стало. И, возможно, у нее заливается тут же она. Так, что я хотела? И все. Я тут готовлю здесь, знаете, сколько? 28 градусов. На кухне 28. Все. Сегодня будем и спать в жарище. Дурдом. Все, сейчас я побахаю подливку и пойду, потому что у меня лежит шланг, блин, с поливалкой, ну, с распылителем. Пистолет этот поливательный, поливальный. И в одно место фигачит воду, и все. Надо идти. Так, мне еще надо сюда мука. Я вся мокрая, все, надо в душ. А у меня еще стирка. Сейчас мы сюда побахнем мучицы. И у меня есть соус остатки, это мама привозила. Тут чуть-чуть. И моя домашняя аджика. Сюда побахну. И водичкой залью. А в чайнике нет воды. Блин. Боже, до скольки я стирать буду? Десять минут девятого. Лен, я ж тебе вещи еще не стирала. Капец. Капец. Что-то полив у меня сегодня не получается, наверное, нормальный, качественный. Никак. Ну, уже все, у меня полдня дома не было. Мне и так времени не хватает. А это вообще капец. Вот, блин. Так, перемешиваю, перемешиваю. Пережариваю с мукой. У меня так бабушка всегда делала подливки такие. Без мяса, без ничего, просто такая подливочка. Хорошо перемешать. Такая удобная деревянная лопатка. Я не перестану это повторять. Классная. Тоненькая ручка, удобная. Так, этот кетчуп. Я уже все ложки испачкала, уже нема чем. Так, сначала вот эту. Бабахнем. Она чуть остренькая. Вот так. Хватит. И вот эту. Все. Тут ложка будет. Тут немножко. Ложка, немножко. Все. Это мыть. Это холодильник. Перемешиваю. Боже, дайте мне воздуха. Я сейчас помру. 28. Это ж капец. Очень жалко. Не, надо не готовить тут, конечно. Стараться не готовить здесь. Так. И заливаю водичку. Ну, у меня холодная вода. Ну, в смысле комнатная температура. 28 градусов. 29. Заливаю и перемешиваю. И перемешиваю. Чтобы было без комочков. Немножко так. Ой, хватит. Вот так вот ложечкой размять, размять. И не будет комочков. И сюда же соль. Я добавлю вот эту вот специю. Это куриная такая. Немножко перчика. И какую-то еще хочу приправку. Для курицы есть. Это что? Для салатов. Для плова. Альянская. Азиево-Азиево-Раджанская. На картошке. Блин. Что же, что еще? Ладно. Для курицы добавим. Котлеты-то у нас куриные. Куриные. Вот. Чтобы в ту же специи не помещать. Я уже трамбую. Опа. Все. Перемешиваю. сейчас он закипит и я уже плиту отключу крышкой накрою и пошла вытащу стиралку еще водички добавить если погуще то побольше муки поменьше воды короче такое уже каждый сам регулирует сейчас вам поближе покажу что получается я вам наболтала много кто это будет все слушать я не знаю вот такая подливочка смотрите он еще комочки встречаются там ну это шопка вообще не было можно блендером с блендер нуть или просто помельче нарезать лук я крупненько нарезала простите сковородочка мне страшно кто-то не отмывается в сковородке эта штука чем я только не чухала она не отмывается уже на свое отжила до сковородочка конечно но по сей день к ней ничего не прилипает тем не менее это из-за того что я ее очень часто забывала раскаленная поставила сковородку думаю пусть нагреется и ушла юля забыла и уже прихожу когда чем-то пахнет гориллом и она после этого там видите дно черное он не раскрывает черное но и после этого она потемнела и я же так не раз оставляла много раз из-за этого потемнела юля виновата все подливочка готова то есть у нас получается рис у нас получается подливочка и нас получается котлеточки все нормально все она уже вон закипает не буду я пробовать на соли не хочу думаю что все нормально это убираем я сейчас возьму накрываю вон она видите уже кипит все накрываю и вырубаю плиту все нормально и побежала стирать ребята наконец-то будем садиться ужинать время альма подожди как ни крути без 10 10 21 50 до стирала я стиралку с улицы не убирала пускай просыхает дождь вроде завтра с обеда обалденная штука мы с леной присели спасибо соседки вали валентине очень вкусно земляничка ребята все таки насколько отличается от клубники на сладкая ароматная обалденная оторваться невозможно просто все покушаем из кожи спать не мне еще видео антирать потом спать завтра утром лена на днюху идет надо же завести капец я жую наверно зуб со временной пломбы лишь бы не вылетела так хорош сейчас котлеты разогрею и кушаем все еще разогрею и кушаем из 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 куш